Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Лавровская Елизавета Андреевна, русская оперная и концертная певица Контральта и педагог. В 1851 году ее отец-чиновник переехал в Москву, где Лавровская воспитывалась в Московском Елизаветинском институте. Впервые обратила на себя внимание известного знатока церковного пения Багрицова, которому и принадлежит часть открытия ее таланта. Дальнейшее руководство музыкального образования Лавровской приняло себе итальянский педагог по вокалу Фензи. Обладая ярко выраженными вокальными данными, обратила на себя внимание князя Голицына, который определил ее обучение за казенный счет. Также обратила внимание великая княгиня Елена Павловна, под покровительством которой Лавровская продолжала свое образование. В 1868 году Лавровская с большой серебряной медалью в консерватории поступила на Петербургскую императорскую сцену. Пела на сцене Мариинского театра. В 1890-1991 году на сцене Большого театра. Выступала как концертная певица в России, за границей пела в Лондоне, Париже, Берлине, Милане. Завоевала мировую известность. В Париже ее слушали Рассини и директор Гранд-Опера, высоко оценивший талант певицы. В Бадене, Германия, брала уроки у Полины Виардо. В начале 70-х годов артистка вынуждена была, вследствие каких-то недоразумений с дирекцией, уйти со сцены. И уехала в Париж, где продолжала свое вокальное образование под руководством Виардо Гарсия. В 1873-м вышла замуж за князя Цертелева. В 1870-м произвела фурор в Одессе, в первый сезон открытия там русской оперы Бергера. Я цитирую Википедию. Воспитала плеяда выдающихся певцов и певиц Абрамова, Августинович, Бреви, Быстров, Веков, Лебедев, Миланов, Пасхалов, Радин, Слонов, Чупрыльников и так далее. Лавровская была дружна с Достоевским, вела с ним переписку. Также с Рубинштейном, Таневым, Кюи, Гречениновым, Тургеневым и Наед Ханном. Имеются портреты певицы-художника Крамского и Маковского. Сохранились две аудиозаписи пения Лавровой. В 2016-м году роль певицы исполнена Ксения Рапопорт, которую Чайковский считал Лавровской одной из выдающихся представительниц русской вокальной школы. Он отмечал чудный, бархатный, сочный голос. Голос Лавровской, художественную простоту и исполнение, глубокое проникновение в стиль музыкального произведения. Он писал о Лавровской. И что всего дороже у Лавровской, так это то, что она не прибегает ни к каким внешним эффектам, ни к какому театральничью, чтобы очаровывать, слушать. Чайковский посвятил Лавровской шесть романцев. Лавровская неоднократно пела во многих городах Западной Европы и везде пользовалась громадным успехом. Также Лавровская гастролировала и на российских императорских сценах. Так, например, она пела на 50-летнем юбилее оперы «Жизнь за царя» на петербургской сцене. В 1899 году принимала участие в концерте, посвященном столетию со дня рождения Пушки. С 1888 года и до своей смерти в 1919 году Лавровская была профессором Московской консерватории. Ну вот так вкратце о Лавровской Елизавете Андреевне, русской оперной концертной певице и педагоге. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, узнали что-то новое. Редактор субтитров А.Семкин